Видите, что самый высокий источник счастья вытесняет всё остальное. Попытайтесь понять, что я сейчас не философствую. Я вам даю чёткие рекомендации, что делать. Первое, что нужно сделать, то нужно найти такую силу, которая сейчас, прямо сейчас, вытеснит страдания из твоего сердца, чтобы ты понял, сколько сил нужно потратить, чтобы победить судьбу. На секунду хотя бы ты вытесняешь страдания, ты тогда понимаешь, чего стоит победа. Понимаете, есть преддействие. В этот момент ты оцениваешь и чувствуешь, чего стоит победа. Когда ты успокоился, в этот момент приходит знание. И также влияние на ситуацию. Если ты успокаиваешься, то судьба напрягается. Понимаете, она не может с тобой уже ничего сделать. Идёт борьба. Если ты имеешь знание, если твоё знание сильнее судьбы, страданий не будет, совсем не будет. Допустим, у человека очень нервная жена. Нервная женщина означает чувствительную. То есть ей то не так, и всё не так. Она постоянно ходит, и как бы она вся вот, и всё не так. Ну такая она по природе. Женщины все чувствительные. Ну бывает очень чувствительные. Мужчина обладает знанием, что нет проблем. Проблема только в том, что она очень чувствительна, и всё. И нужно прилагать немножко больше усилий внутри себя, для того, чтобы она успокоилась. То есть надо приходить домой сразу раз. Становиться очень таким деликатным. Когда мужчина ведётся деликатно, женщина успокаивается. Она как бы не трогает. Ну и слава Богу. И он ходит деликатным таким по дому, потом выходит из дома и становится самим собой. Ну, классно. А она всем рассказывает. Вы знаете, у меня муж не такой, как вы говорите. Он очень деликатный. И он мне очень нравится поэтому. Понимаете? То есть идея в чём заключается? Он просто обладает знанием. Он прилагает достаточно усилий, чтобы нейтрализовать плохую судьбу. У него по судьбе попалась очень чувствительная женщина. Очень чувствительная женщина, кому достаётся обычно по судьбе? Очень грубым мужчинам. Чувствительная женщина, грубый мужчина. Такова судьба. Если грубый мужчина рождается в следующей жизни в женском теле, какой он женщиной становится? Чувствительный. И женщина думает, господи, чё это я замуж-то из такого грубияна вообще вышла-то? А он думает, господи, чё это мне такая капризина-то досталась? Чё это я такого сделал плохого? Вот. Они на самом деле как два зеркала, как две капли воды. Просто это две разные природы, непостижимые друг для друга. Женская и мужская природы. Непостижимые для друга. Вот. Но знание даёт возможность победить судьбу. Когда мужчина понимает женскую природу, он начинает действовать так, служить ей, служить женской природе, чтобы она не беспокоилась. И она становится ему благодарна за это в жизни. Благодарна. Женщина, когда понимает мужскую природу, она как себя ведёт? Очень аккуратно с ней. А в чём заключается мужская природа? Мужская природа означает, я прав, я главный, я всё знаю, я начальник. Когда женщина аккуратно с мужчиной так себя ведёт, а ты как бы, как в этом есть мультфильм, такой старый, такой детский мультфильм, там про воробья и воробьиху. Которая воробьиха спасла жизнь своему воробью, там от кошки. Но весь мультик там была одна и та же тема. Воробей приезжает, прилетает и кричит. Чивлия! 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 А в английском слово чив переводится как начальник. Она ему говорит, ну чив ты, чив, не волнуйся. И потом спасает ему жизнь в конце концов. Вот это правильное поведение по отношению к мужчине. Он всегда будет спрашивать, чивлия? Чив. Вот. Ну такая система. Это называется знание. Знание даёт человеку счастье. Знание очень простое. Система такая. Надо всегда и везде всем служить для того, чтобы быть счастливым. Чтобы человеку служить, надо знать, чего ему нужно в жизни. В чём? Вот самое лучшее для мужчины – это уважать его. Самое лучшее для женщины – это её уважать. Это самое первое знание отношений. Женщину уважают, веря, ну показывая ей, что она самая лучшая, самая красивая, самая обаятельная, привлекательная. Это уважение к женщине. Уважение к мужчине означает показывать ему, даже если ты этого не понимаешь глубоко в сердце, просто давать человеку такое счастье, что ты самый умный, самый грамотный, самый правильный человек в жизни. Всё, мужчина счастлив сразу, он успокаивается. Это для спокойствия нужно сделать. Для спокойствия просто. Это называется уважение. Уважение – это поведение и знание. Допустим, у женщины тысячи есть в сердце понимание того, что не так мужик. Женщина, у неё такая природа, что она видит очень много недостатков в своём муже, и все запоминают, как пишущая машинка. Как есть вот этот вот, самолёт летит, там чёрный ящик есть. Всё записывает, что происходит, ничего не забывает. Так женщина, она всё записывает, что делает мужчина, ничего не забывает, всё. Если мужчина видит какой-то недостаток у женщины и говорит ей об этом недостатке, он ничего не запоминает. Мужчина не запоминает недостатки жены, он забывает их. Красота женщины, она запудривает мозги, и как бы он забывает про недостатки. Он говорит ей один недостаток. Она смотрит на него, и у неё вскрывается чёрный ящик. И она ему, сколько у неё недостаток. Она всё же записана в ней там. И он такой, бог ты мой, откуда она это помнит всё? И всё, успокаивая, уходит сразу. Нет, 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 я с ней больше спорить не буду. Так происходит или нет, женщина? Такая система, да? Но вот надо учиться видеть в мужа хорошее. Это называется знание. Оно даёт возможность быть счастливым. Но знание – это не дешёвая вещь. Поймите, сама возможность действовать правильно, как вот женщина сказала правильно, она исходит из внутренней силы. Не всегда человек во время испытаний, когда ругаются муж с женой, он не всегда способен действовать правильно, потому что возникает боль. Боль притягивает человека не к источнику веры, а к боли. Так? Вот когда человек погибает в бою, когда он думает не о вере в тебя, да? Вот. А он думает о танке, который едет. Вот если танк его сломал, его веру, тогда дальше что происходит с ним? Он теряет жизнь. Понятно, да, систему? Для того, чтобы жизнь не потерять, для этого надо, чтобы твоя вера была сильнее, сильнее событий, которые с тобой происходят. И чтобы вера была сильнее событий, нужно её помнить, потому что память — это та сила, которая соединяет человека с чем-то. В разуме есть самая главная функция, которая называется памятью. «Память священна» и так далее. Есть такая песня. Память священна, понимаете? Она — это функция, которая даёт возможность человеку соединяться с объектом веры. Как же относиться к событиям правильно? Нужно отвлечься от них. Это единственный способ относиться к ним правильно. Чтобы от них отвлечься, для этого нужно привлечься к источнику веры, к правильному. Поэтому люди и молятся всю жизнь. Понимаете, в древней культуре люди молились с утра, молились вечером, молились перед едой, после еды. Зачем они это делали и соединялись с объектом веры, чтобы получить силы жить? Вот в чём причина их действия этих всех. Нет другой причины. Некоторые говорят, из страха они это делают. Но они такие невежественные. Дикари. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные и добрые внутри. Крокодил не ловится, не растёт кокос. Плачёт Богу молиться, не жалея слёз. Понимаете, некоторые думают, что люди плачут, Богу молятся, потому что они дикари. Они вот не знают, как правильно жить, у них знаний нет, вот они глупцы и молятся. Так нет же. Молитва – это естественный способ побеждать. Без этого невозможна победа. Давайте проанализируем. Вот, допустим, вы идёте устраиваться на работу. В каком случае вы устроитесь? В каком случае вы устроитесь? Если вверх, что устроитесь? А? Если вверх, что устроитесь? Да, если ваше чувство внутреннее спокойствие будет сильнее чувства раскусить вас, того, кто задаёт вам вопросы. Так же, допустим, вы экзамен сдаёте. Какие люди легко сдают экзамены? Вот человек выходит к экзаменатору, и у него внутри всё спокойно, да? Он такой спокойный, радостный, а сам ничего не учил. Вот у меня такие друзья были, представляете, что вы творяли вообще? Выходит на экзамен, улыбается, вежливо себя ведёт, у него такой деликатный вид. Он так очень культурно, с любовью относится к экзаменаторам, берёт билетик, и говорит, вы знаете, ну вот, вот, они говорят, нет-нет, мой хороший, вот, вот, да, вот так и начинает, и так как человек талантливый, он так раз-раз-раз и выводит тему на четвёрочку. И получает четвёрочку. И никогда не двоечку, сто процентов. Но если человек не имеет внутренней силы, он выходит, его трясёт, колбасит, даже он всё выучил. Он берёт билет. Так, этого просто не знаешь. Следующий. Этот не знаешь. Следующий. Два. Этот человек всё знает. Почему два? Потому что не хватает преддействия, не было совершено. Недостаточно энергии, счастья, чтобы получить пятёрку. Можно, конечно, делать счастливый вид, но это не помогает. Экзаменаторы знают, что у тебя внутри. Они смотрят тебе в глаза. Есть такой анекдот, у меня есть еврейский кровь, мне нравится этот анекдот. Евреи поймали и бьют. Он говорит, так я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту бьём, а по еврейской морде. Идея в чём заключается? Идея заключается в том, что экзаменаторы чувствуют, что у человека в сердце. Это видно невооружённым взглядом. Не надо быть каким-то проницателем, чтобы понять, что у человека в сердце. А в сердце у него что? Нехватка энергии счастья, недостаточное совершено преддействие, нет веры, нет молитвы в жизни, нет возможности в молитве в жизни побеждать судьбу. Девушку какую замуж берут? Весёлую, активную, жизнерадостную. Она так на парня посмотрела, раз и пошла. Я не завишу от твоего. Люби, не люби. Может смотреть, может не смотреть. Каждой девушке очень хочется, чтобы на неё смотрели. Это цель её жизни, дарить счастье людям, дарить радость своим присутствием. Это бесконечно сильно хочется ей, всегда. Но если она самодостаточна, внутри она сдала все свои экзамены, она очень радуется жизни, и она не обращает внимания на мужчин. И что тогда? Они выстраиваются в ряд все перед ней. И она выбирает этого, этого или этого. Она уже думает, кого выбрать. Так должна действовать девушка. Киеверик, сразу у вас в сердце. А я вот не такая девушка. Нет, вы именно такая девушка. Все, кто рождаются в женском теле, именно такие. Они мужчин должны убивать просто лёгким взглядом. лёгким, не обязательно всех косить подряд, а лучше выбрать одного, который понравился. Поэтому в древней культуре, вот у вас востоком уже пахнет здесь Казани. Некоторые девушки ходят закрытой головой, покрытой и так далее. Как вы думаете, они привлекательны или нет? Они не очень привлекательны. Они гораздо привлекательны, чем все остальные. Почему? Потому что они энергию красоты не раздают всем подряд и берегут внутри себя. А потом, когда надо, по загривку мужу эту энергию красоты дают. И муж всегда очень счастлив. Когда жена красивая, она может решать все проблемы с ним. Это древняя культура, понимаете? Она основана на понимании силы. Того, что нужна сила. И люди копили эту силу для того, чтобы жить. А мы её, наоборот, расходуем. Девушки думают, чем больше я тело открою, тем лучше жить. Так ты всё расходовала. Стрелять-то чем теперь будешь? Стрелять нечем. Потому что все патроны кончились. Больше нет граната. Надо беречь своё тело. Опять же, для того, чтобы беречь тело, нужно знание. Где знание брать? Знание человек даёт из сердца. Когда он с Богом отношения строит, приходит знание. Видите, для того, чтобы победить судьбу, нужна энергия счастья. Чтобы понять, где больше всего энергии счастья, где я сейчас её получу, нужно знание. Хотя бы знание о себе. Вот во что ты сейчас веришь? Многие люди вообще не знают, во что они верят. Они живут для чего-то. Женщина говорит, у нас ребёнок, мы живём для него. Это и есть ваша вера. Вот когда вы освобождаетесь в свободное время, о чём вы думаете, то там и ваша вера находится. Вера человека всегда находится внутри. Он живёт для неё. Кто-то верит в домик, кто-то верит в жену, кто-то в ребёнка, кто-то в машину. Но это эти все естественные источники веры, которые возникают из страха в жизни, находятся в невежестве. Итак, давайте разберём три типа веры. Когда у человека в жизни всегда есть страх, он не знает об этом, но он всегда пытается его победить. Как человек побеждает страх? Давайте пытаемся понять. Он пытается иметь достаточно денег. Он пытается жить в той стране, где нет войны. Он пытается иметь квартиру. Он пытается иметь машину, чтобы быстрее доехать. Он пытается иметь жену, детей, семью для того, чтобы защитить себя от одиночества и так далее. То есть все эти виды веры и стремлений человека основаны просто на страхе и всё. Больше ни на чём. Следующий тип веры — это вера, из которой исходит из силы, побеждающей страха. То есть большинство людей просто из страха живут. То есть им что надо? Деньги, машина, квартира, жена, дети и всё. Вот они как бы довольствуются, если всё это есть в жизни. И верят в это во всё. Это жизневежество называется. Она не приносит вообще никакого счастья, постоянное страдание, потому что преддействия никакого не происходит. Человек реально не способен победить свою судьбу, потому что у него нет источника силы, который в сердце находится. Он же должен откуда-то силу брать от квартиры, которой ещё нет, или которая в ипотеку взял. Сила приходит или нет? Ну да, ты взял эту квартиру, тебе стало спокойно, а теперь пошли, как и шаг, 15 лет. Сила от этого не приходит, только напряг, и всё приходит. От жены приходит, конечно, счастье, когда её берёшь, она красивенькая, такая мягенькая, классненькая. Да, как бы счастье приходит, факт. Но вместе с счастьем приходит также её характер. Какой характер? Она мучает потихонечку тебя, мучает своими капризами, выматывает у тебя силы, забирает, потому что она тоже хочет быть счастливой, не только ты. А её счастье идёт от спокойствия. Она должна успокоиться рядом с тобой. Она говорит, ты пришёл с работы, теперь меня успокаивай. поговори со мной, посмотри на меня, расскажи мне, и так далее. Потому что женщина, у неё внутри страх, мешает ей жить страх. Мужчине мешает жить чувство, собственно, неполноценности, несовершенства, своё несовершенство. И поэтому мужчина, он пытается добиваться женщину, показать себя, что я лучше других. Пытается подчинить её себе и так далее. Так они мучают друг друга всю жизнь. Но есть другие источники веры, более высокие. Когда человек способен быть сильнее других, он начинает стремиться уже не просто в жизни иметь машину, квартиру, а он хочет занять высокое положение в обществе. Тогда все машины и квартиры будут в его руках. Чего захотел, то и получил. Это называется вера в страсти. Когда человек стремится к положению в обществе, когда он стремится к власти, к могуществу, к силе, быть старшим, быть лидером в обществе, быть руководителем, это вера в страсти. Это более высокий уровень веры. Такие люди, которые веры в страсти имеют, они добиваются своего, они становятся лидерами общества рано или поздно. Жизнь в них протекает с точки зрения опасности, безопасно. Ну то есть, если как бы тебя мучает, что у тебя нет жилья, то его этот вопрос не мучает. У него нет проблем. Как есть анекдот про нового русского. Новый русский встречает своего друга, его друг как бы без работы такой, несчастный. И он говорит, ты чего такой худой своему другу? Тот говорит, я недоедаю. Он такой говорит, ну в смысле, что значит недоедаю? Надо себя заставлять. Понимаете, даже не понимает, что человек может по другой какой-то причине недоедать. Вот. Ну то есть, нормально у него, жизнь нормальная, как бы он не парится, и надо просто себя заставить и поесть. Ну что ты, брат, что ты недоедаешь? Зачем? Вот. Это другой тип веры. Вера в людей, которые стремятся управлять этим миром. Эта вера тоже ненадежная, потому что хоть ты управляешь своим миром, хоть не управляешь, когда у тебя в жизни что-то рушится, тогда дальше что наступает? Непреодолимое страдание. Помните, когда был кризис, по-моему, в 2009 году показывали разные съемки, как директора заводов вылетают в форточку, да? Они выпрыгивают из окон. Не видели, не слышали? Как люди, ну, лишают себя жизни просто потому, что они потеряли бизнес. Они уже не могут, то есть, ну, потерял ты бизнес, что у тебя? Болезнь какая-то возникла, там, отняли что-то в жизни. Ты просто будешь иметь меньше власти и денег. Но они не могут уже принять такую жизнь. Они просто лишают себя жизни, потому что они видят, нет никаких возможностей вернуть то, что у тебя было. Когда человек лишается веры, жизнь рушится. Жизнь становится несчастной такого человека. Понимаете? Он не может дальше жить вот просто как все. Ему нужно так, как было. Поэтому это хорошо иметь жену, квартиру, власть, деньги там. Все классно, это все нужно, проблем с этим нет. Но счастливым это человека не делает, по большому счету. Потому что ход времени все равно его поставит на колени. Никто не застрахован от того, что жена бросит, хоть богатый ты, хоть бедный. Никто не застрахует от болезни ребенка, от твоей собственной болезни. Никто тебя не застрахует о том, что в стране будет происходить. Вот сейчас хоть ты богатый, хоть бедный. Идет на колени, ход времени накаляется. Поэтому следующий вид веры, более высокий, это когда человек верит в Бога. то есть по факту он верит в ту силу, которая из него же исходит. Есть несколько стадий развития этой веры. Первая стадия называется совесть. Да, человек живет по совести. Некоторые люди ходят в храм, крестятся, но живут не по совести. Обманывают других, нечестно себя ведут. А не верят в Бога или нет по факту? Нет, потому что самый первый этап получения силы внутренней побеждать судьбу это совесть. Если человек живет и у него в сердце что-то не то, значит тогда не будет никакой победы. Ну понимаете, есть проблема, что большинство людей просто бессовестные. Что значит бессовестные? Это просто очень понять. бессовестность означает, что я в сердце даже и не заглядываю. Даже и не заглядываю по той причине, что там может быть боль. Вот знаете, когда люди бросают кого-то, они говорят мы разошлись. И доказать этому человеку, что он бросил близкого человека практически невозможно. Он найдет тысячу объяснений, что все-таки мы разошлись. почему он это делает? Потому что так больно. Вот эта боль, которую испытал человек, которую ты бросаешь, она такая больная, что тебе невозможно ее вытерпеть. И поэтому ты не хочешь туда на этот поступок в сердце смотреть. А почему ты не хочешь смотреть? Потому что у тебя не хватает энергии и счастья, чтобы это все переварить и понять. Нам не хватает энергии и счастья. Если бы человек был сильный, то есть достаточно счастливым в своем сердце, сердце в счастье должно быть, то есть счастье в сердце должно быть, а не в деньгах, в машине, в домике и так далее. Есть внешнее счастье, есть внутреннее счастье. Внутреннее счастье идет от отношений с совестью. Эта совесть оценивает нашу жизнь. Это она является источником настоящего удовлетворения, спокойствия в сердце, силы в человеке, способности любить, способности принять, прощать, заботиться и так далее. Это все идет от Бога, эти все способности. То есть от сердца. Понимаете? От Бога, вот если слово Бог вам не нравится, от совести. Пускай это будет так звучать, это тоже правильно и правильнее всего. Потому что это самое первое, что человек должен усвоить в своей жизни. Он должен заглянуть себе в сердце. Как можно заглядывать в сердце? с помощью чего? Ну-ка, давайте подумаем. Как туда заглянуть? Все говорят, а я и так по совести живу. Ну, давайте сейчас проверим, по совести или не по совести. Давайте, 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 микрофончик. Кто хочет сказать, как проверить, как понять? по поступкам. Давайте, кто сказал, микрофончик, будем рассуждать. Будем рассуждать. С помощью поступков? Ой, извините. Вот, да, с помощью поступков. Итак. Булат, мне зовут. Булат, ага. Олег. Очень приятно, Олег Иванович. Так, все, тогда давайте, ну, ты живешь по совести, то твои поступки будут правильными, честными, открытыми. Ну, допустим, вот бывает же такое, что ты какой-то поступок сделал и что-то не так пошло. Бывает. И? Ну, ты обращаешь к своей совести и задаешь ей вопрос, я правильно сделал, я все честно сделал, я никого не обманул. и совесть тебе говорит, а тут слухая, это брат. И тогда ты говоришь себе прежде честно, я не по совести сделал. Идешь, обвиняешься перед человеком. супер-супер, супер-супер правильно вы говорите. Но есть одна проблема, что бывает так больно, что ты не можешь поверить, что этот человек прав. Просто физически не можешь поверить, у тебя не хватает сил. тогда обратиться к более сильному человеку. Вот, где? Давайте микрофончик ей. Вы все правильно говорите. Просто мы разбираем последовательно разные стадии отношения к совести. Первая стадия – это свои силы. Человек должен всегда проверять, прав он или нет в своем сердце. Каждое утро эта проверка возможна только одним способом. С помощью молитвы. Молитва означает разговор с сердцем. «Тихо сам с собою я веду беседу». Да? Ну, то есть, это разговор с сердцем, понимаете? То есть, человек не может понять, что на совести находится, если он сам с собою беседу не ведет. Мы думаем, что мы с собою ведем беседу. Мы не с собою ведем беседу. Мы ведем беседу с Богом. Допустим, человек спрашивает, «За что мне такое в жизни?» Никого нет вокруг. Кого спрашивает? А не может не спросить, правда? «За что это?» «Что это такое?» И иногда говорят, человек, «Что это такое вообще?» Кому он говорит? Никого нет. В том-то и дело, что он говорит просто, как бы, ну, чтобы хотя бы кто-то ему это объяснил. Нет, он говорит своему сердцу. Он говорит совести. Хотя этого не понимает. У меня сейчас вот организатор, один из организаторов лекции, он мне рассказывает, у меня ребенок часами может сам с собой разговаривать. Ну, как можно часами с собой разговаривать? Он сидит и что-то говорит, говорит там. Он разговаривает с совестью. Для детей это вполне естественно. Сидит и разговаривает с совестью. Нормально. Проблем никаких нет. Ему никого не надо. Он как бы, у него есть уже собеседник. Сердце же отзывается на каждое слово. Но реагирует, и ребенок, он простой, он как бы общается. Наступила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. В нею делить не с кем. Что значит пройдусь? Это значит поговорить с совестью. Так ведь или нет? Делить не с кем. Давай, делись с совестью. Иди гуляй, думай. Общайся с совестью. Думать означает общаться с совестью. Нет другого выхода. Почему ты так долго с ней общаешь? Почему грусть не проходит? Потому что нет знания. Тебе совесть пытается показать. Она не может, Бог не может перед нами встать. Вот так-то, такой-то расклад. Все, исчез. Здесь по-другому мир устроен. Он нам намекает, дает знания через события, через поступки, как правильно. Он пытается нас научить через все, что происходит. Итак, рассказывайте. Вы сказали правду. Микрофончик в ваших руках. Где девушка? Да, здесь. Рассказывайте. Вы сказали правильный ответ. Если человек не может с помощью молитвы, разговора с собой понять, что делать дальше, как совесть проявляется в нашей жизни? Рядом должен быть человек, у которого уже есть знания, да? И чтобы он нам сказал, как правильно. Это может быть или старший товарищ, или духовное лицо, к которому мы обращаемся с вопросом. А если у человека нет такого человека? Если у человека нет праведного товарища, который будет правду в сердце говорить, всегда правда имеет горький вкус. Запомните, она никогда не бывает сладкой. Никогда. Правда всегда только горькая. А если ты находишься в состоянии правды, тебе незачем спрашивать. Вот если ты действительно прав, тебе незачем спрашивать, потому что нет проблем. Совесть тебе говорит, что ты спрашиваешь, все же нормально. Вот, допустим, человек спрашивает, сыт я или не сыт? Ну, если ты сыт, что спрашиваешь? Ну, ты же сыт. Ты же видишь, что сыт. Что ты спрашиваешь? Если человек любит, он говорит, я люблю, ему не надо спрашивать никого. Но когда чего-то не хватает, тогда он начинает спрашивать. Совесть, когда ты все правильно делаешь, нет вопросов никогда. Вопросы есть, когда они правильно. Ну, почему ответ-то горький? Потому что у тебя нет знания. Горечь возникает от того, что ты не знаешь, где правда. Вот в чем проблема. И так вы правы. Нужен старший. У вас есть старший? Да. Вот если бы у нее не было старших, и она дала такой ответ, я бы очень сильно удивился. Потому что человек, который имеет старших, это большая аскеза иметь старших. Понимаете? Потому что мы сами самые старшие в этом мире. Каждый суслику себя на поле агроном. Понимаете? У нас так природа действует. Мы самые старшие в этом мире. Но когда человек подавляет себе это чувство, что он самый старший, и принимает старших в своей жизни, вот тогда он способен терпеть боль от их слов. И это означает отношения с совестью. Эти отношения не отменяются ни на каком уровне развития личности. Если человек не имеет старших в жизни, возможности побеждать судьбу нет. Никаких возможностей. Только через старших приходит энергия счастья. Когда человек находится в состоянии сильной боли, он же своими силами не может победить судьбу. Он уже не знает, как правильно поступать. У него уже нет знания. Он уже ничего не соображает. В этот момент он должен обратиться к старшим. Теперь у меня вопрос, девушка с микрофоном. Да. Как вы думаете, у меня бывают такие ситуации в жизни, что я ничего не соображаю или нет? Я столько говорю на лекции. Я думаю, да. Вот сегодня была такая ситуация. Я сегодня звоню старшему и просто говорю, пожалуйста, скажи мне, как правильно. Я не знаю, как мне быть. Сегодня была такая ситуация. Из лекции вы уходите сейчас, нет? Нет. Нет. Нормально остаетесь? Да. Почему? Мне тут приятно. Мне тут интересно. Ну я же вам сказал, вот я ничего не соображаю уже. Черт, почему вы остаетесь? Я тоже же мало соображений. Ничего страшного. Ничего страшного. Чтобы обратиться к старшему. Нет такого человека на земле, которого бы не сломала судьба. Нет такого человека. Есть люди, которые в этот момент предаются высшей силе, а есть те, которые не предаются. И все. Больше нет никаких вариантов. Или человек, когда его ломают, верит в то, что у него все получится, верит в себя, или он верит в старших, или в Бога по-другому. Вера в старших и в Бога – это одно и то же, чтобы вы знали. Если человек говорит, а я верю в Бога, ну тогда почему ты не веришь в святых людей? А что верить в святых людей, если я верю в Бога? Верь в священное писание, верь в святое имя, верь в святых людей. Если у тебя нет такой веры, значит ты далек от Бога. Ты просто гордишься собой, думаешь, что Бог в твоем сердце есть. Бог есть в сердце тех, кто верит в представителей Бога, в тех, кто с Ним связан. Бог проявляется через тех, кто с Ним связан. Это священные писания, это отношения с молитвой и со святой Личностью. Три категории вещей, которые дают человеку возможность побеждать судьбу всегда. Да, это священные писания, это святые люди и молитвы. В разных религиозных культурах и традициях акценты делаются на разное. Например, в мусульманстве акцент делается на молитву и на священное писание. Допустим, я знаю, что в христианстве также на святых людей делается большой акцент. Стараются как бы наставника себе выбрать жизни. Мусульмане тоже имеют наставника. Но как бы они понимают, что верить надо больше в священное писание и в молитву. Все это правильно. Просто это для разных людей с разным складом ума есть разные направления, как правильно верить. Но суть одна и та же. Допустим, я больше всего верю в молитву. У меня так настроена психика. Я через молитву получаю силы в жизни. Кто-то через священное писание. Мой друг через священное писание. Кто-то через поклонение образу святому. Все по-разному. Как правильно относиться к людям, которые совершают ошибки. А мы не можем ни к чему правильно относиться. Понимаете? Ни к чему. Мы всегда будем чувствовать боль и всегда осуждать тех людей, которые будут нам делать больно. Не думайте, что вы будете выше того, что я сказал в вашей жизни. Это невозможно. Вопрос только количества боли, которые вам могут причинить. Бывают и святые люди, понимаете? Но когда приходят в монастырь и начинают стрелять всех подряд, которые находятся рядом, и с ним жили всю жизнь, и он видел их духовные подвиги, даже этот человек не сможет удержаться от гнева. Понимаете? Но разница заключается в том, что потом он простит оскорбителю все равно. В нем есть эта сила. И он простит через отношения со святостью, через отношения со старшими. Только эти отношения дают победу. Человек не может сам победить свою судьбу. Почему мы сами пытаемся все сделать? Вот муж уходит, что надо делать? Надо бежать к молитве, бежать к старшим, бежать к священным писаниям. Надо быстрее что-то делать в этом направлении. Если человек сам пытается что-то делать, он рушит и рушит, рушит и рушит свою жизнь. Ребенок заболел, что надо делать? Допустим, попробовали полечить, там, сами попробовали, не помогло, врачи попробовали, не помогло. Что дальше надо делать? Бегать искать других врачей? Нет. Сначала надо обратиться к святости, начать молитву, начать контакт со святым, начать это делать со всей силы. С целью почувствовать объем работы, с целью успокоиться в какой-то момент, когда человек молит, замолит, замолит, и раз, чуть-чуть вера появилась, что ребенок вылечится. Вот тогда он начинает понимать, сколько сил надо потратить для того, чтобы его вылечить. Понимаете? И куда надо эти силы тратить? Потому что первое, что как при контакте с чистотой, со светлостью, с силой происходит, успокоение. Успокоение означает уже тонкая победа, победа на невидимом плане. Что такое победа на невидимом плане? Знаете? Вот два боксера стоят друг напротив друга, и одно подкашиваются ноги. Почему? Хотя он боксер, он всю жизнь боксом занимает. Потому что у того больше силы внутренней, душевной, понимаете? У первого больше душевной силы. Поэтому тот не может с ним ничего сделать. У него душевная сила большая. Душевная сила стоит выше, чем физическая и любая другая сила. Она побеждает на невидимом плане все. Эта душевная сила идет от контакта с Богом. Чем сильнее горит лампочка, тем сильнее она освещает все вокруг. Лампочка это солнце или нет? Ну почему она горит? Вот кто сказал, ребеночек хороший у нас, все знает. Она горит, потому что она каким-то образом получает энергию солнца. Понимаете? Это опосредованный способ. Через там энергию воды и так далее, в конце концов в лампочку попадает энергия солнца. Но она никогда солнцем не станет. Но чем больше в лампочке энергии солнца, тем сильнее, ярко она горит и освещает все вокруг. Есть такая ведическая молитва, асато масад гамая, тамасо маджоутир гамая, мритюр мамамритам гамая, ом. То есть переводится так, асато масад гамая, асато. Асато переводится двумя способами. Означает темнота. Но это не обычный вид темноты, асато означает темнота, невежество, отсутствие знания. Человек думает, что он уверен на тысячу процентов, что он прав. Это значит, что он находится в невежестве, потому что знание всегда проявляется в смирении. Первое, что должно произойти в сердце, это чувство, может быть, что-то не так я делаю. Это первый признак того, что разум пробуждается в сознании. Исато что такое? Сато означает вечность. Асато означает бренность. Означает неправильное мышление, бренное мышление. Думать о том, что сейчас временно. Жить только для квартиры, машины, там и так далее. Нет солнца в этом во всем. Жить для зарплаты, для работы, для квалификации, для института. Просто для этого жить. Временная вещь. Нет вечности. Означает страх, 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 страх. Постоянно что-то не то. Все бегут, 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 бегут. Почему они все бегут? Потому что они боятся времени. Они боятся остаться без денег, без жены, без детей, без квартиры и так далее. Это называется асато. Это называется асато. Беспокойство, страх. Гамая значит победа. Асато, масад, гамая. Если вы в беспокойстве находитесь, если вы бегите, бежите куда-то, если вас что-то трясет, колбасит вам плохо в жизни, если вы чувствуете неудовлетворенность, если вы чувствуете опустошенность, если вы чувствуете, что тело не мое, все смотрит чужое в этом мире, мне ничего не нравится, если нет природы, нет листочков, нет счастья, нет в вашем жизни мира. Что это значит? Это значит, что с вечностью у вас контакт слабый. Сад значит вечность. Что нужно делать? Соединить себя с вечностью, прийти в храм, встать, послушать молитву, послушать песнопение, послушать священное писание, соединить себя вечностью, если не можешь своей силой соединить через чужую. Это самый первый способ победы. Когда цыпленок не может сам кушать, что происходит? Он открывает рот и кричит. Этот крик означает энергии любви. Мама, я тебя люблю, дай мне покушать. И так как он любит маму, она приходит и дает кушать, потому что любовь дает возможность кормить. И так далее. Ау! Все это означает любовь. Какая любовь? Любовь младшего к старшему. Любовь младшего к старшему это означает. И старшие всегда приносят еду. Приносят энергию вечности. Вечности. Без пищи невозможно жить. Господи, дай нам хлеб наш насущный. Хлеб насущный означает вечность. Когда человек начинает ходить в храм, начинает соприкасаться с духовностью в своей вере, в своей культуре, ничего не меняя, все оставляя как есть. Или, допустим, у него нет веры. Ну хорошо, соприкоснись с совестью, почитай правоучения, почитай какие-то правильные книги, послушай голос чистого, светлого человека, который думает о высшем, о совести, о чистоте. И твое сердце начнет наполняться силой. Ты почувствуешь, что жизнь налаживается, все становится хорошо. Это должен делать человек. Нет другого способа победить тяжелую судьбу. Нет другого способа. Не может человек сам отвлечься от событий. Они его сковывают, притягивают, затягивают, заманивают и глотают. И разрушают его жизнь. Не думайте, что у вас обязательно все получится. Надо знать, что эта жизнь очень серьезная и тяжелая. Экзамены могут быть очень тяжелыми. Сегодня я получил СМС-ку, который доказательство тяжести экзаменов. Человек похоронил самого близкого, самого дорогого, самого бесконечно любимого в его жизни человека. И единственный вопрос, за что? За что? Больше нет никакого вопроса в это время в сердце у человека. Хоть он обладает знанием, хоть молится, хоть не обладает. Не имеет значения. В это время человек не может сам ничего сделать с собой. Но если он обращается к высшей силе, постепенно, потихоньку, сердце уступается, утверждается, становится настолько сильным, что в следующий раз такое же событие его сломать уже не сможет, потому что он встал на другую ступеньку жизни. И поэтому правильно относиться к событиям и людям, которые тяжелые события, людям, которые совершают ошибки, означает только одно — отвлечься от них и привлечься тем, что дает силу. Силу. Как научиться прощать и раскаиваться? Завтра у нас будет тренинг по молитвам. Будем практиковать, пробовать и так далее. Даже мы на самом деле сегодня будем это делать, мы не будем молиться в какой-то вере. Веда говорят, что на самом деле не обязательно молиться в какой-то духовной культуре. Есть такое понятие в ведическом знании, называется шанти-мантры. Что такое шанти-мантры? В шанти переводится мир. Слово шанти переводится мир. И они звучат так, таким образом. Сарвей Баванту сукина. Ага. Я желаю всем счастья. Сарвей Шанту нера моя. Пусть у всех в сердце будет мир. Сарвей Бадрани пашянту. Пускай у всех будет удача в жизни. Накаши Ду, Кабак Бавет. Пусть никто не страдает. Теперь у меня к вам вопрос. Какой вере принадлежат эти слова? Ко всем, правильно? Поэтому первый этап отношений с высшей силой, с совестью, это повторять вот такие слова. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Когда человек так действует, то он соединяется с совестью и получает все, что необходимо в его жизни. Это тоже действует как молитва. Это не может такую силу, как молитва, иметь. Но понимание, как молиться, может дать. Поэтому мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Просто как практику. Не то, что это есть главное. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич придумал новую веру. Я желаю всем счастья. Нет, это бред полный так говорить. Я не придумал никакой веры. Это просто элементарная культура. Некоторые думают, что культура – это швейцарские часы носить и брюки-клёш или еще какие-нибудь. Каждый раз все меняется. Или макинтош. Нет, культура означает способность настроиться на вот эту волну. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. То есть отвлечься от себя и начать думать о других, начать действовать на благо других. И тогда совесть радуется в сердце, и все постепенно налаживается в жизни. Это самый первый способ и самый простой – достигнуть возможности победить судьбу.